Добрый день, дорогие друзья! Конец октября, и я сейчас нахожусь на центральной площади города Кострома. Хочу показать вот это здание, которое называется здание пожарной каланчи. Впереди мы видим торговые ряды и площадь, которая называется в простонародье сковородкой. Вообще же это площадь, Сусанинская площадь, которая огромная, расположена по обеим сторонам Советской улицы. Ее северо-восточная часть на роде Ласково зовется так вот, как я сказала, сковородкой. Застройка площади представляет собой уникальный, образцовый в своем роде архитектурный ансамбль конца 17-19 веков. В самом центре, по аналогии с другими областными центрами, здесь находится также нулевой меридиан. Вот сейчас я показываю вам насаждения, которые красиво украшают центральную площадь. Конечно же, уже цветы все убраны, клумбы готовы к весне, но многолетние растения, видите, до сих пор очень ярко и красиво вписываются в пейзаж города. Перейдем на следующую сторону мы сейчас с вами, вместе со мной, и перейдем к памятнику Ивана Сусанина. Нужно... Вот еще покажу немножко. Очень красиво. Очень красиво. Старинный город, который посещает много туристов. Сейчас я подошла к памятнику Ивана Сусанина. Памятник повернут к Великой Русской реке Волге. О подвиге Ивана Сусанина знают все. Этот человек, крестьянин, который ценой своей жизни спас царя Михаила Романова от нападения польско-литовского отряда. И завел его болото непроходимое. Ну вот, я спустилась по Молочной горе к Волге. Вот перед нами ресторан на воде. Очень пользуется, конечно же, популярностью среди жителей города. И сама красавица Волга. Главная река России. Вот смотрите, сколько тут уточек уже прикормлено. Потому что им постоянно кидают еду, и они уже стали как будто ручными. Ах, смотрите, какие красивые. И молодые, и постарше. Смотрите, какой тут уже выводок. Постоянно плавают. Его подкармливают жители, приходят с детьми. И вот как сейчас, например, мы видим, да, мамочка с ребенком. Вот, смотрят, подкармливают этих уточек. И красота такая. Умиротворение. Смотришь на эту Волгу, на Волгу. Хочется смотреть, смотреть и смотреть. Постоянно по набережной прогуливаются люди. Не только гости города, но и постоянные коренные жители также любят здесь отдыхать. Здесь сделано много скамеек для того, чтобы можно было посидеть, посмотреть на эту красоту, понаслаждаться воздухом, природой и вообще просто-напросто восхититься этой великой русской рекой. Ну, давайте мы с вами тоже прогуляемся по набережной. И тоже насладимся этими видами. Вот там впереди это мост через Волгу, соединяющий правый и левый берег. Миновав этот мост, мы можем уже свое движение направить в сторону Москвы, Ярославля и Иваново. Также на правом берегу Волги находится Ипатьевский монастырь. Вот как раз тут напротив. Я думаю, что я его тоже потом покажу своим друзьям. Это колыбель истории нашей. Вот видите, какие красивые фонари, скамеечки. Тут и вечером можно отдохнуть, посидеть, просто посмотреть на Волгу, послушать музыку, что люди и делают. Красиво. И вот мы с вами приблизились к вечному вокзалу, но мне хочется подняться вот по этой лестнице, где вдалеке виднеется это такое красивое, яркое сердце. Сейчас вместе с вами я поднимусь. И, кстати говоря, на заднем плане. Вот мы сейчас видели Кремль, Костромской Кремль, который реставрируется. Сейчас поднимемся к этому сердцу и увидим, сколько же тут сердец закреплено на замочке. Хорошо, если бы это так все и было. Как только замочек повесишь, так и все. Любовь никуда не денется. Наверное, молодые пары серьезно в это верят. В первые минуты своего такого счастья, своего бракосочетания. Вот такое сердце. Сердце, сердце, сердце. Я подошла к беседке Островского. Сейчас уже реконструкция и строительные работы по реконструкции беседки закончились в основном. Я когда была в июле месяце, тут все было завешено, ничего не было сделано. А сейчас, видите, она уже приобрела свой такой хороший вид. Единственное, что еще вот эта земля вокруг нее не облагорожена. Ну, не доделаны, видимо, ступеньки к ней. И поэтому туда нельзя подняться. Ну, уже красиво. Ну, вот и закончились мои полтора часа свободного времени. Мне нужно подниматься вверх по Молочной горе. И не хочется просто уходить с Волги. Еще вот один прощальный взгляд на нашу великую реку, по которой сейчас проплывает вот эта баржа такая. И на тот правый берег реки. До свидания, Волга. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok